привет с вами иван как и обещал дальше начинаю рассказывать о всех агрегатах своего велосипеда сейчас будем говорить о вилке почему я это делаю потому что мне это было интересно помимо меня наверное есть такие люди которые интересуются что ставить на свой велосипед вот так как я перелопатил силу кучу информации думаю вам это будет видео полезным в чем соль сегодня поговорим про вилку есть вилки амортизационные есть ригидные вот и их надо каким-то образом сравнить сейчас мы будем сравнивать просто вилки амортизационные хорошие допустим с ригидной вилкой может быть это некорректно звучит для чего нужна амортизационная вилка для тех кто занимается даунхилл там фрирайдом ему нужно проглатывать поверхности вилка должна работать она должна работать там с минимум 120 а так и более естественно ход у нее должен большой вилки у вилки должны быть жесткие ноги она должна быть легкая вот вилка имеет толстые ноги она должна быть воздушно-масляная обязательно хороший демпфер у нее должен быть вот и много-много-много сопутствующих всяких моментов для того чтобы вы спокойно вернее без безопасно спускались по склону вниз это нужно обязательно для тех кто занимается им дал хилл фрирайд вот для тех кто занимается турингом это вилка это блажь по большому счету потому что она требует ухода полевых условиях каких-то в далеких от цивилизации вы не сможете за ней правильно ухаживать если вы едете на многие километры точно не сможете вилки нужно иметь масло обязательно два раза в год или там сколько-то в сезон в это делаете зависимости от температуры плотность масла должна меняться если вы на дорогой вилке поставите царапину вы расстроитесь потому что ну она будет вам разбирать сальники соответственно масло может быть выходить наружу вот и много-много чего дорогая вилка это для туринга дорогая амортизационная вилка это ненужная блажь на мой взгляд вот потом она и на раз когда вы педалируете вы раскачиваете ее по большому счету то есть вы часть энергии она на себя забирает вот и вы ее включаете блокировку тогда нафиг она нужна то что она весит она все равно много теперь коснемся амортизационных вилок дешевых до поставили дешевую вилку а весит она два с половиной килограмма стальные ноги там как допустим тот но толстые вы расстраиваете потому что я опять вилка дешевая вам не хочет на гешманские вилки ездить на не просто стыдно есть она не работает она не обрабатывает поверхности вот она не гасит вибрации она ничего не делает она просто непонятная приблуда который кстати тоже стоит не не дешево я думаю что какая-нибудь там рок-шокс какой-нибудь сильвер соли она тоже не дешевая ну как бы сказать да просто деньги на ветер выкидывайте и она не работает нафиг нужно непонятно то есть плюс еще если это вилка с тонкими ногами она имеет была плохую торсионную жесткость при повороте это сказывается то есть сначала поворачивается руль а потом поворачивается все остальное колесо минимум конечно это чувствуется вот сети сочленения до штаны в нее ходят ноги ноги прессуются в корону корона в шток шток вставляется рулевую вот это вот дом который построил джек до вы поворачиваете тын 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 минимальный люфт все равно есть есть все равно люфт по большому счету и это чувствуется когда вы поставили ригидную вилку вся эта ерунда все эти задумывания о том что вам нужно менять масло о том что вилка на не сносилась какая-то она царапанная уже аденировка слезла все вот это вот вместе улетает в небытие просто этого нет вы поставили хромолевую вилку хромолибденовый про алюминиевую я не говорю потому что алюминиевая вилка а также как и алюминиевая рама она накопится скорее всего усталость она будет бить вам по рукам на всяких кочках вот она не будет гасить вибрацию когда поставили хромолевую вилку все все улетает вы чувствуете комфорт через километров 70 вы привыкаете к тому что она не гайну как бы не работает как амортизация то есть ваши руки принимают роль на себя принимают роль и пружины и демпфера то есть вы просто применять определенное мастерство которое сразу же появляется да вот это вот при управлении вилки при гашении вибрации при вернее по поглощение неровностей вот вибрация она гасит то есть рукам ничего не бьет вы чувствуете комфорт поверьте за 4000 километров до которой она не проехал сейчас вот она вот вам относительно новое 4000 километров я прохал все те же самые какие-то расстояния да все те же самые походы только на хромолевые жесткой вилки и никакой разницы я не ощутил чистки километров 50 перестал за и чувствует что у меня вилка не воздушная то есть не амортизационная а такая вот и все то есть не надо обслуживать не надо задумываться не надо задумываться о том что она изнасиловаться и так далее так далее много чего можно говорить плюс на этой вилке куча бонок на ней куча всяких болтиков и на эти болтики можете закрепить все свое оборудование багажник фляжки там все 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 что вам нужно по ходе и руль надо загружать при развесовке велосипеда когда вы по велосипеду лучше всего на туринге конечно нагружать все-таки переднее колесо потому что когда вы садитесь на седло вы нагружаете заднюю втулку она и так нагружается вашим весом плюс еще там будет багажник с этими велоштанами сида на ней получится что износ рулевой ой рулевой господи в задней втулке очень большой сразу приходит вот а если вы загружает равномерно за счет передней вилки то это не происходит просто у вас очень долго будет служить детали и управлять сайте при таком раскладе очень удобно я заметил просто есть у меня там спальник коврик все это на передней на вилке находится вот и всякие там продукт питания я этого не чувствую мне управлять легко и комфортно вот так что хромолевая вилка жесткая просто рулит это то что надо для туринга другого варианта просто нет ну другие варианты это естественно мы еще берем титан но ты по причине того что это дорого все таки мы его не рассматриваем я не рассматриваю если бабки есть вкладываете в титан это конечно это круче вот карбон карбон для туринга не очень пригоден потому что карбон и сам сломался вы уже уничтожить не почистите а хромоль можно заварить так что для туринга хромоль форева вот вот так вот вкратце о вилке что что я про нее думаю может вам будет полезно пока